На первом канале включение из Петербурга доброе утро. Сейчас солнечно, но стоит мне провести руками и погода изменится. Не верите? Пожалуйста. В Петербурге облачно возможны дожди. Это не просто игрушка. Это комплекс Нирвана. И находится он в больнице имени Симашко, а создан для реабилитации больных, перенесших инсульт. Инсульт для Петербурга проблема серьезнейшая, ведь наш город держит первое в мире место по количеству заболевших. Любое изменение вашего движения собака воспринимает как счастье, радость, высовывает язык и благодарит вас. Такого веселого лечения у 70-летней Анны Кожиной еще не бывало. Она ловит собачек и запускает на трассу пингвина, параллельно укрепляя мышцы и тренируя устойчивость. Семь лет назад Анна перенесла инсульт с тех пор каждый год на реабилитации в родной больнице имени Симашко, где с 63-го года работает сама массажистом и инструктором ЛФК. Обалдеть! Посмотри, какой рисунок красивый. Больница Симашко в Пушкине, но именно ее реабилитационное отделение для перенесших инсульт к 15-летнему юбилею получило уникальное оборудование. Нервана, так называемый комплекс. Мало того, что это, конечно, физическая тренировка, устойчивость, баланс мышечной силы. Плюс, конечно, это просто все происходит в игровой форме. Пациентам безумно нравится и они могут часами тренироваться. Задолго до тренажеров в больнице Симашко появились уникальные специалисты. Виталий Ковальчук – лучший врач России 2011 года, почетный член Кембриджского университета, признан человеком года 2012 в мире. 85% парализованных уходят из его отделения на своих ногах. Результат уникален даже для Европы. Молодой человек, 20, даже, по-моему, 19 лет было. Очень вел активный образ жизни, занимался бальными танцами, был даже чемпионом России по бальным танцам. Просто ехав на велосипеде, он упал, получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Человек пережил еще 7 менингитов, кроме черепно-мозговой травмы. Ну, мало кто верил, что он вообще выживет. Но, действительно, можно сказать, такое чудо для многих свершилось. И сейчас этот молодой человек даже продолжает заниматься бальными танцами и ездит на велосипеде. Теперь у нас есть вертикализатор, чтобы ставить на ноги неходячих пациентов, гордится врач. А этот тренажер возвращает подвижность парализованной руке. Одна из насадок – обычная отвертка. Не минуты покоя. Главный принцип реабилитации, разработанный Ковальчуком, испытал на себе Дмитрий Шелюк. Два года назад у него случился инсульт. Отказала речь, тело было парализовано. Четыре месяца скитался по больницам. В областной жене сказали – жить не будет. В Пушкине мне дали жизнь. Я, спасибо Виталию Владимировичу, он, ну, меня начал колоть там, иголки есть специальные. Лекарства все, я там научился. И ходить меня там научили. И с утра одна процедура, вторая, третья, четвертая. Я был загружен от А до Я. Бывший военный возвращается к образу богатыря. Работает на огороде, ухаживает за домом, построенным своими руками. В планах сесть за руль и устроиться на работу. Алла Васильева спустя семь лет после инсульта не просто вернулась к активной жизни. Она снова приносит пользу людям. С диагнозом сахарный диабет уже 38 лет живет. И 12 из них помогает пожилым с таким же диагнозом. Наладить правильное питание и образ жизни. А в Пушкинской больнице ей самой пришлось учиться. Не только ходить и говорить заново, но и жить после инсульта. Я, скажем, семь лет с половиной. Ежедневно на тренажере обязательно. И дома, и на даче. Три подхода по 15 минут ежедневно. Пушкинская больница в октябре провела научно-практическую конференцию. На мастер-класс приехали специалисты из регионов перенимать опыт. А перед реабилитационным отделением уже стоят новые задачи. Увеличить количество коек и специалистов. Порой 20 пациентам в день, нуждающимся в реабилитации, приходится отказывать. Сетуют заведующие. У нас две сестры на посту на 50 человек, из которых 15 полностью парализованных. Что они могут сделать в идеале, в норме, как, например, в Западной Европе, одна сестра на трех человек. Каждые полторы минуты в нашей стране у кого-то впервые случается инсульт. Сегодня у отечественной медицины появились методы не только спасения жизни, но и возвращения в эту жизнь радости и смысла. Анастасия Томила, Олег Подьячев, Андрей Клемешов, Александр Высоких. Первый канал Петербург.